Друзья, всем привет! В этом видео сегодня хотел бы всем рассказать, так как мне задают много вопросов по поводу вот этого чемоданчика. Что это за чудо-чемоданчик? Этот чемоданчик от фирмы Bosch. Я не рекламирую, сразу говорю, просто все задают вопрос. Вот решил ответить. Это всем известно, куча обзоров на него. Я даже не знаю, как называется эта серия, модель, каталочные номера, я не очень-то разбираюсь. Ну вот смотрите, в чемодане что лежит? В чемодане вот всем уже. Вот этот известный шуруповерт GSR, вот такой вот. Ну, нормальный шуруповерт, удобный. Про него говорить нечего, про него уже сказано все в ютубе. Так что вот так вот внешне покажу только. Ну, достаточно такой мощный для мелко-средних работ. Вот средний и средней тяжести вывозит нормально. Все лежит в вложенетах вот таких. Значит, здесь еще, ну, естественно, зарядное устройство. Достаточно такое, ну, тоже эргономично выдержанное, да, приятное. Просто сюда батарею вставляешь и включаешь в розетку, и оно заряжает. Нет, 45 минут, я вроде. Так же здесь есть вот фонарь. Про этот фонарь, что хочу сказать, что это, ну, обалденная вещь в том плане, что, во-первых, у него вот тоже общий аккумулятор из этого, из этого же набора. Тут всего, по-моему, три аккумулятора. Сейчас вот, с вами, четыре даже. Четыре аккумулятора заряжаются также. Общее вот в это зарядное устройство вставляется. Вот, смотрите. Вот, раз, ставим и в розетку. Здесь, когда разряженный аккумулятор, светится красная лампочка и мигает зеленая. Потом красная гаснет, зеленая постоянно светит. Обозначает, что зарядился аккумулятор. Фонарь, я еще раз говорю, очень нужно. Вроде как, ну, фонарь, да и фонарь. А на самом деле, ну, вообще, светит, во-первых, очень ярко. Ну, сейчас день, да, ну, вот, очень ярко. Он весь пылезащищенный. Ну, в общем, годится такая штука. Тем более, когда вот такой набор под рукой и в нем все есть. Иногда где-то подсветить что-то нужно. Вот это выручает очень сильно. Далее, значит, вот здесь есть такой гайковерт или винтоверт. 105 ньютонов метров на усилие закручивания. Вот, с подсветочкой. Ну, такая мощная уже штука для каких-то более таких утяжеленных работ. То есть, вот, допустим, если вот этот вот шуруповерт он где-то не вывозит, вот это может на подмогу подойти и спокойно в чем-то помочь выручить. Все это вот из таких ложементов. Ну, здесь всякие, естественно, вот карман, где всякие есть. Насадки, вот, целая куча. Всегда под рукой. Всегда что-то нужно выполнять. То есть, вот эти ложементы, да, ну, ниши для держания, да, они вот из такого пластика, ну, кстати, не очень пластик, на мой взгляд, такой нормальный. У некоторых вот, кто пользуется, у них уже поломалось это все. Ну, я стараюсь аккуратно. Вот она вот так вот вытаскивается. Ну, и что здесь? Далее здесь вот такая вот пила сабельная, тоже аккумуляторная, тоже общий аккумулятор. Все ее знают, уже куча обзоров было. Вот, легкий съем здесь вот пилых полотен. Полотна вот такие, ну, допустим, вот это по металлу. И наряду с этим обязательно вот должна быть теперь вот такая штука. Я считаю, это очень удобная вещь. Вот. Сейчас я даже продемонстрирую. Сейчас я покажу, секундочку. Вот. Ну, и в этом наборе вот уже без аккумулятора, да, есть мультитул, так скажем, да, вот этот вот инструмент такой вот с насадками различными, да, то есть он может, ну, шлифовать, резать что-то. У него есть специальные полотна. Вот, вот такие вот, допустим, утюжок. Вот где-то, если сюда приклеиваются вот такие вот зачистные шкурки. И как электростамеска очень тоже такой вот, в общем-то, нужная тоже вещь. Только он не выбивает, а, то есть вырезать можно, какие-то пазы и ниши вырезать. Ну и все, все знают вот, вот эта вот посадка. Все знают. И вот здесь вот этим. У меня еще как бы старая модель. У меня вполне она устраивает. Вот здесь есть шестигранник такой. Вот такое полотно. Одеть можно. Вот сюда вот, закрутить. Ну, затягивается. Ну, получается вот такой вот резак, да, то есть он вибрирующими такими поступательными движениями режет и вырезает. Ну, можно где-то вот, ну, в полотно войти, то есть вот так вот ровненько, вот так подпилил. А потом другой насадкой также он выколачивает. Ну, как бы не выколачивает, выпиливая, а выколачивает. Ну, сейчас я покажу. Ну, вот, допустим, вот эта вот тоненькая, да, то есть ей, когда она одета, да, уже, то есть ей можно вытесать какой-то паз. И тоже достаточно удобная вещь. Я считаю, что это годная тоже штука. Так, те, кто игнорит вот это вот, они в большом проигрыше. Те, кто игнорит вот этот инструмент, тоже, я считаю, в проигрыше. То есть вот этим, допустим, сабельной пилой легко и просто, вот сейчас покажу. Вот видите, вот такая сабля получается. Вот. Здесь вот есть блокировка кнопки, чтобы от случайного нажатия. Вот так вот. И вот, допустим, работаете вы шуруповертом, да, что-то там подсверливаете где-то, какие-то работы применяете. И что-то вдруг надо подрезать. Всегда под рукой вот такая вот есть ножовка, пила сабельная. У нее бывает укороченное, кстати, пильное полотно. Сейчас в чемодане что-то не могу найти, куда-то отложил. Вот. И вот под рукой вместе с шуруповертом всегда сгодится такая вещь. Вот смотрите. Вот. Вот так вот можно в упор. Можно не обязательно, как многие говорят, надо упереться. Пожалуйста. Вот. Вот. Можно с упором, конечно. С упором удобнее, да. Согласен. Но если где-то что-то нужно подпилить, вот, краешку можно подпилить. Причем, если с краешку где-то что-то, вот, краем пилки можно подпилить без всякого упора. Вы заметили. Плюс регулировка оборотов кнопкой происходит. Вот смотрите. Можно тихонечко, можно посильнее ее жмешь. Можно вот так вот увеличить. Можно вот с того пора нажал. И вот смотрите, допустим, вот где-то что-то подпилить, да. Ножовки ручной нет под рукой, допустим. Ну, или какой-то вообще. То есть при этом чемодане она и не нужна. У вас вот такая вот есть пила. Тихонечко вот так вот просто аккуратно. Видите? Это я вот небольшой надрезик вот сделал сейчас. Может, вы видите. Вот. Так же на весу все это можно делать. Ну, естественно, подтряхивать, но где-то что-то подпилить, пожалуйста. Вот смотрите, видите, пропел. Тихонечко. Это крупный зуб, поэтому трясет. И вот бывают моменты такие, что где-то можно... Естественно, с упором удобнее работать всегда. Вот видите, вот так вот она отпиливает. Вещь абсолютно нужная, я считаю. Она имеет право на жизнь. Вместе с шуруповертами должна быть в арсенале у мастеров. Плюс еще в этой ножовке, вот смотрите, вот можно... Где-то вот, допустим, она пилит вот под таким вот небольшим загибом. То есть можно где-то подпилить. Ну, ножовка по металлу это позволяет очень сделать хорошо. Ну, такая вот штукенция. Ну, про мультитул я не стану сейчас рассказать. Все и так знают, как он работает. Вот такой вот чемоданчик. Ну, вот у меня здесь есть. Так же вот заклепочник. Я считаю, нормально заклепки она притягивает, затягивает. Вот этим ручным, который, да, просто я что-то не научился работать. Как-то неудобно вообще. Есть вот такие вот. Ну, это угловая. Тоже выручала, кстати, очень много раз. Вот это вот. Обязательно нужен вот такой вот угловой переходник. Подбитый тоже шуруповерт. Можно повлезть в узких местах. Вот узкое место. Вот тоже очень выручала эта штука. Ручка съемная, можно и без нее. Был однажды такой случай. Шкаф-купе разбирал, и у него высота прям под самый-самый потолок. То есть шуруповертам вот так вот не подлезть. А вот эта вот вошла, там кое-как вот так зацепился. Вот этого расстояния хватило. И пооткручивал верхние саморезы или винтики. Ну, вот так вот он. Вот, смотрите. Ну, нормальная штука. То есть ничем она... Вот она прорезинена. Есть такая же без прорезиненного, если цельнометаллическая. Ну, вот абсолютно тоже очень нужная вещь. На каких-то монтажных небольших работах. И на больших также, да. В мебельном каком-то тоже деле тоже пригождается очень сильно. На этом все. Вот такой вот есть предмет. Очень удобный. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.